Спортсмены клуба «Босс Курт» завоевали две золотые и две серебряные медали на чемпионате Молдовы по вольной борьбе. Участники из Камрата выступили в десяти весовых категориях объединенной командой. В ходе упорной борьбы вольники упорно шли к победе. Они показали хорошие результаты, тем самым завоевали дальнейшее участие на международных соревнованиях. Среди победителей чемпионата Ивана Кизли и Николай Грахмес. Основатель спортивного клуба «Босс Курт» Николай Дудогло отметил, что ребята успешно выступили. Эти соревнования можно отметить тем, что эти соревнования запомнятся всем зрителям, что такого судейства, наверное, никогда не было. Все в центре увидели, что мы проехали очень сильной командой. Ну а в республике есть много тренировок, не только Гагаузия. Ну а мы претендовали практически на медали в каждой весовой категории. Так уж получилось, что во всех десяти весовых категориях наши ребята боролись за выход в финал. Серебряные призеры из Гагаузии, участвовавшие в чемпионате Молдовы по вольной борьбе, Григорий Томейлы и Василий Лазарев всегда готовы к победам и намерены в дальнейшем в упорной борьбе достигать новых вершин в спорте. В первую встречу боролся с Кишневцем, он не вышел, побоялся. Вторую вышел с Каларажским борцом, выиграл его, положил на туши. В финал уже проиграл опять Кишневцу, первым номером этого веса, 97 килограмм. Я занял второе место, боролся с Кишневским первую встречу, вторую встречу тоже с Кишневским. И боролся два раза, в финале проиграл, соревнования были очень хорошими. Заслуженный тренер Молдовы по вольной борьбе Илья Иси рассказал о том, как борцы будут готовиться к предстоящим турнирам. После этого начнется подготовка, сбор, скорее всего, здесь или в Кишневе будет, или куда-то они поедут. Но пока мы ничего не знаем, старший тренер ничего не сказал. Но 16 февраля у них начинается первый день чемпионата. И я думаю, к этому времени они должны набрать свою пиковую форму и с Божьей помощью, чтобы выступили и привезли медаль к нам. Чемпионат провела спортивная федерация Молдовы по вольной борьбе. Это последнее испытание для борцов перед чемпионатом Европы среди взрослых. Он пройдет в феврале в Румынии, а также перед квалификационными турнирами к Олимпийским играм в Париже этим летом. Олег Глотко, Вячеслав Кыса, Алексей Герчу, Новости ГРТ.